робот-пылесос который за свой действительно низкий ценник может похвастаться мощностью всасывания в 4000 паскалей большой емкостью аккумулятора 5200 миллиампер часов базой для самоочистки с мешком емкостью 2 с половиной литра лидарной системой навигации и это хорошо большим количеством датчиков и удобным приложением которое можно полноценно настроить для его работы под ваши предпочтения и обо всем этом можно прочесть в рекламе к роботу-пылесосу под названием dream бот d10 но как на самом деле дела обстоят у него сейчас я вам расскажу всем привет вы на канале пользы нет меня зовут сани здесь только быстро обзоры долгие стримы раньше эти дела стоили просто нереальный космос поэтому даже рассматривать их особо не хотелось почему по той причине что ну нецелесообразно было тратить такие деньги сейчас по факту эта штука стоит плюс-минус также как обычный пылесос единственно у него есть плюс-минус одновременно почему минус одновременно потому что эту штуку все равно надо чистить и все равно она стоит чуть-чуть дороже чем обычный пылик здесь у нас комплекте сменный получается фильтр который в эту док станцию запихивается разумеется у нас есть помимо этого контейнер для протирки полов напоминаю что этот бренд dream является фактически брендом одним из брендов сяоми притом он такой супер мега дешевый не сказать что это вещи плохие или дешевые но это не супер премиум как допустим 360 и я считаю что последнее время они делают неплохие пылики вот такая вот вилка у нас довольно длинный кабель здесь у нас есть щетка которая спрятана и нет она не силиконовая но более-менее приличная потому что ее не надо прикручивать в отличие от некоторых моделей некоторых сил мишных пылесосов здесь у нас великолепным образом спрятан сам робот пылесос смотрим барабанная дробь если здесь лидар по моему есть да скорее всего есть лидар плюс в карму что здесь есть резиновые такие бортики которыми он будет ударяться и не будет царапаться минус то что это опять глянец наверху притом бывают они матовые с другой стороны многим этот глянец нравится плюс вот эта крышечка сама по себе матовая то есть у нас получается глянцевая нижняя крышка они верхняя которая будет постоянно царапаться довольно не маленький а я бы даже сказал большой блок для сборки мусора минус в нем в том что здесь нет ограничительной вот этой штучки чтобы мусор не вылетал здесь есть сразу щетка для чистки turbo щетки turbo щетка сразу первое что делаем разумеется проверяем разборные или нет и я не вижу как она разбирается скорее всего она не разборные все протестируем все расскажу авто empty робот вакуум and mob вот такая вот штуковина у нас ставится куда угодно через эти штуки все это дело всасывается по плюсам и минусам здесь я вижу что кабельное хозяйство можно прятать то есть выемки у нас есть выглядит это дело очень прилично это все дело матовая за что особый плюс смотрим 7 обзоров неделю выгружаю ежемесячно разыгрываю 5 mi band of 6 серии за лайк подписку и комментарий к любому видео условия конкурсов которых под конец месяца всегда много и мои контакты в прикрепе и описание также там телеграм-канал взаимопомощи и скидок не забудьте подписаться на vk сообщества она у меня к слову верифицирована потому что скоро я чувствую в youtube можно будет заходить через vpn только напоминаю что разыгрываются наушники sony защитный смартфон и любым комментариям под роликом вы помогаете проекту спасибо всем кто оставляет все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме перейдем же к роботу пылесосу полетели данная модель поставляется только в белой расцветке внешне d10 выглядит стандартно как по мне все роботы пылесосы плюс-минус так выглядят дизайн минималистичный корпус робота пылесоса выполнен из матового пластика а верхней части как я уже говорил находится глянцевая его часть исключая башенки с лидаром она матовая сборка хорошие материалы качественные габариты его составляют 349 на 350 на 96,3 миллиметра на корпусе расположили с верхней части название производителя две стандартные физические кнопки такие как кнопка включения кнопка домой с их помощью можно также начать уборку или включить локальную уборку кнопки имеют индикатор состояния робота пылесоса также наверху расположили лидарную систему с алгоритмом slam что стандартно в принципе радиус действия системы 8 метров далее на боковых частях находится воздушное отверстие и динамик бампер с одним датчиком и прорезиненной вставкой чтобы обезопасить мебель и сам робот пылесос от повреждений на дне d10 плюс расположили два основных колеса и одно поворотное два контакта для зарядки 4 датчика падения краткую информацию одну боковую щетку место для крепления резервуара для воды емкостью 145 миллилитров салфетка из микрофибры скромно правда возможность настроить расход воды есть что удобно отверстие для забора пыли подвижный подвес для максимального соприкосновения turbo щетки к полу и подвес имеет 4 мини щетки turbo щетка обыкновенная она оказалась разборная за что плюс а сразу я не понял как ее разбирать как вы помните далее внутри под крышкой мы имеем кнопку сброса индикатор вай фай чистящий инструмент контейнер для мусора емкостью 400 миллилитров с хепа фильтром все как у всех достается он легко как и устанавливается мусор из контейнера при изъятии у меня не высыпался хоть пылесборника не имеет пластиковой защиты в комплекте запасных деталей нет что конечно же не радует но и не критично могли бы правда расходники положить база самоочистки выполнена в дизайн робота-пылесоса ее размеры 303 на 403 на 399 миллиметров на ней расположили индикатор состояния зарядные контакты отверстия забора пыли с тыльной части есть место для хранения кабеля и разъем для питания внутри базы все стандартно мешок для мусора на два с половиной литра и фильтр технология dual boost обеспечивает эффективный сбор пыли и к этому у меня претензий нет так как все происходит автоматически и проблем со сбором пыли я не обнаружил как вы понимаете робот-пылесос почистил пришел и база высосал у него все что он собрал без того чтобы нам ручками туда залезать летим дальше мощность всасывания 4000 паскалей номинальная мощность всасывания 48 ватт номинальная мощность базы самоочистки 600 ватт робот-пылесос имеет три режима уборки такие как сухая уборка влажная уборка и комбинированная сила всасывания регулируется четырьмя уровнями а подача воды тремя также можно персонализировать уборку для каждой зоны и установить последовательность уборки до 10 плюс поддерживает голосовое управление через amazon alexa и google ассистент вай фай на 2,4 гигагерца что даже очень хорошо он стабильнее емкость аккумулятора 5200 миллиампер часов для двух проходов в помещении в 45 квадратных метров требуется 60 процентов заряда при максимальной силе всасывания чего как по мне достаточно и время автономной работы хватит для многих кто приобретет данную модель полный цикл зарядки занимает бодрых 6 часов далее я подключил робот-пылесос к приложению me home но также есть приложение dream home на главной странице все стандартно так как можно посмотреть площадь уборки заряд аккумулятора и время уборки настроить уборку режим автоочистки управления картой установка запретных зон виртуальных стен разделение комнат и так далее приложение также можно настроить голосовое сопровождение в стоке была установлена озвучка на английском языке но можно устанавливать русскую озвучку что хорошо далее можно включить автоопределение ковров для усиления силы всасывания включение режима защиты установки плановой уборки дистанционное управление и еще небольшое количество стандартных функций обновить прошивку приложений можно и обновлением не уже прилетали перейдем же к тестам уровень шума не превышает 80 децибел уборки у данного робота-пылесоса все стандартно во время уборки он довольно быстро ориентируется в квартире предметы не двигает при кроватных областях или в подобных местах он не застревал с препятствиями в два сантиметра порошками он справляется вот препятствие выше двух сантиметров для него реальная помеха не переползет датчик высоты работает корректно шерсть домашних животных волосы песок и тому подобное робот-пылесос всасывает отлично даже после одного прохода в квартире уже довольно чисто но я постоянно включаю уборку в два прохода с коврами d10 плюс справляется хорошо но только с коротким ворсом даже несмотря на силу всасывания в 4000 паскалей так как с коврами с ворсом выше 2 3 сантиметров он уже не справляется что было неудивительно в принципе ожидаемо так как передвигаться по таким коврам физически очень трудно роботу-пылесосу а из-за плотности ворсов сосать частички грязи практически невозможно протирка полов ничем не примечательная так как он протирает пол а не моет в целом небольшие пятна он вытереть может но если пятно трудно очистить вручную то разумеется и пылесос с ним не справиться крупу и различные крупные частицы грязи ему не помеха но в углах ему трудно убраться и опять же как и всем роботом-пылесосом возможно если бы придумали боковое отверстие для всасывания так чтобы могла всасываться грязь с углов этой проблемы не было но мы имеем то что имеем я думаю через года два не в каких-нибудь супер топовых роботах-пылесосах будут это добавлять в целом я доволен работой данного пылесоса мешка для очистки в базе самоочистки хватает на 40 дней спокойно при условии что робот-пылесос каждый день производит до двух-трех уборок помещения в 45 квадратных метров но чего я не пойму так это зачем делать пылесборник средних объемов и маленький резервуар для воды при том что робот-пылесос поставляется с базой самоочистки то есть пыль с пылесборника самоочищается в мешок базы а вот вода автоматически не пополняется и этого резервуара не хватает даже на три уборки помещения в 45 метров квадратных к слову резервуар у меня за время использования ни разу не протекал за что отдельный плюс минусы малая емкость резервуара для воды большая база для самоочистки могли бы поменьше сделать нет запасных деталей как по мне белый цвет он не особо практичный вспоминаем крышку глянцевую могли бы и матовую сделать цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео учитывая какой сейчас курс все кажется выгодно и этот робот-пылесос тоже резюмирую сяоми dreambot d10 плюс действительно хороший выбор за подобную стоимость работает он корректно мощности всасывания хватает для повседневных уборок понятно в какую экосистему он включен если сверху ум работает правда очищается довольно просто и чего-то невероятного от него не стоит ждать у меня негативных эмоций данный робот-пылесос вообще не вызвал не забываем подписываться на канал участвовать в конкурсах писать в комментариях чтобы вы еще хотели увидеть на обзоре подписывайтесь на телеграм-канал скидок там есть эксклюзивный контент вам он вполне возможно понравится девайсу однозначное да добра и удачи вам дорогие друзья